Специально ко дню памяти вифлеемских младенцев-мучеников, активисты Pro-Life организации многих православных стран напомнили обществу о необходимости борьбы с грехом детоубийства. Как некогда по приказу Ирода были казнены тысячи младенцев, в наше время миллионы нерожденных детей погибают от абортов, совершенных их родителями. Белой чумой процесс вымирания народа от массовых абортов назвали в Сербии. Борьба против убиения младенцев в очреве матери в братской стране ведется в сотрудничестве с российским и белорусским движением «За жизнь» по благословению афонских старцев. Подробности в сюжете. О важности сохранения каждой жизни с момента зачатия в Сербии знают не понаслышке. За последние несколько десятилетий в этой стране наблюдается отрицательный прирост населения ввиду падения рождаемости, почти полного исчезновения многодетных семей и большого количества абортов. За это время численность сербов сократилась почти на 500 тысяч человек. Эта проблема является одной из основных, с которой сталкивается наш народ. По некоторым исследованиям через уже несколько десятилетий может не стать нашего народа. Акции в защиту жизни в Сербии организуются каждое седьмое число месяца. Масштабная акция с участием настоятеля Афонского монастыря Хиландар Игумена Мефодия, известных и влиятельных людей Сербии, представителей байкерского клуба «Ночные волки», общественных организаций, художников, прошла в Сербии несколько месяцев назад. Я очень рад, что я лично способствовал, чтобы братья из России приехали на эту встречу, потому что вместе мы сильнее, а русский народ и государство показали, как лучше бороться для повышения рождаемости, и они являются примером и стимулом для сербского народа, чтобы и мы достигли таких результатов, как результаты, достигнутые в России. Против белой чумы в сербском языке это словосочетание стало синонимом понятия «снижение рождаемости». Выступил также президент Международного фестиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей за жизнь Сергей Чесноков. В сербских семьях, к сожалению, в основном один-два ребенка, но тем не менее, вот сейчас и настоятель Афонского монастыря сербского Хиландар, Игумен Мефодий принимает активное участие в деятельности, в защиту жизни, и сербский патриарх, и сербский сенот выступили с инициативой запрета абортов. 7 декабря в Сербии состоялась очередная акция «За жизнь», на этот раз при участии китаянок. Традиционно в таких акциях принимают участие и священнослужители. Преподобный Паисий Святогорец описал одному греческому депутату, как политикам, медицинским работникам и церкви можно организовать совместную кампанию «За жизнь» по законодательному запрету абортов. Этот замысел поддержали игуменные монахи многих обителей Святой горы Афон. В конце прошлого года на Святой горе белорусскими журналистами, сотрудниками информационного отдела «Радости скорбященского прихода Минска» снят фильм «Афон за жизнь. Завет преподобного Паисия Святогорца». В фильме говорится о важности участия церкви в деле защиты жизни. По мнению архимандрита Ефрема, игумена обители Ватапет, церковь может сыграть большую роль в борьбе за рост рождаемости в Сербии. Ответственность большая на тех, кто разрешает аборты. Преступления вершат те, кто разрешает аборты. Врач, который совершает аборт. И родители, женщина, которая делает аборт. Особая надежда сербские пролайферы возлагают на сотрудничество с российскими и белорусскими пролайф-организациями. Наше сотрудничество идет на отличном уровне, потому как все мы братские православные народы. Мы их поддерживаем, а не нас. И мы это делаем с той целью, чтобы аборты были запрещены в России, Сербии, Беларуси, повсюду. Информационный портал Соборбай для православного телеканала «Союз».